Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами снова я, Аня. И сегодня мне хотелось бы поговорить об одной единственной книге, так называемой книге месяца. Книгой месяца становится та книга, которую выбрали именно вы. И в этом месяце книгой этой стала «Вторая жизнь УВ» от автора Фредерика Бакмана. Это шведский писатель и блогер. Он написал свою книгу в 2012 году. И о чем же эта история? Ну, прежде чем я расскажу об этом, хотелось бы обратить ваше внимание на обложку. Здесь нарисован такой носатый, угрюмый старичок, который смотрит в окно на ночное звездное небо. Рядом с ним стоит кружка чая и сидит кот. Вся атмосфера очень уютная, очень доброжелательная. И хочется открыть книгу и посмотреть, что же там внутри, о чем же история. Но когда мы открываем книгу, с первых строчек мы понимаем, что главный герой этого романа – угрюмый мизантроп, старичок, одинокий, живущий в своем доме, с маленьким палисадом и ругающий просто все, весь окружающий его мир. Например, увы, очень не любят людей, которые не могут сделать что-то своими руками, забить гвоздь или посадить цветы в саду. Также увы, не любят тех, кто лентяй, тех, кто не любит трудиться. Их он просто ненавидит, и если встречает, то ругает их, на чем свет стоит. Не любят животных, людей, детей, в общем, все, все, что его окружает. Но это только на первый взгляд. Ведь когда увы встречается с молодой семьей, которая нечаянно заехала в его палисадник, начинается невероятно трогательная история о прошедшей любви, взаимопомощи, о дружбе. В общем, если вы поближе познакомитесь с увы, то вы поймете, что этот человек не насколько неугрюмый, а он просто хочет жить по совести и хочет, чтобы окружающий мир жил так же. В общем, это очень трогательная история, действительно достойная для прочтения. Всем советую. Если вам понравилась эта книга, ее вы всегда сможете найти на полках магазина «Читай город». Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.